Добрый день. Что из себя представляет сегодня Бритовский район? На сегодняшний день Бритовский район – это такой небольшой, достаточно компактный район. По площади мы занимаем примерно шестое место в области. Значительная часть территории находится на Рыбинском водохранилище. Поэтому во многом наша жизнь зависит именно от этого водохранилища. Проживают на территории района около 7 тысяч человек. Районным центром является село Бритов, где проживает большая часть населения. Пожалуй, это основные моменты, касающиеся Бритовского района. Но это нужно сказать, что это самый отдаленный район, который находится на расстоянии примерно 250 километров от областного центра. Вы сказали, что вся жизнь в районе сосредоточена вокруг Рыбинского моря. Какие именно экономические сферы вы затрагиваете? На сегодняшний день у нас достаточно давно, с момента образования Бритовского района, люди занимались рыбопереработкой, ловлей рыбы. Естественно, раньше возможностей такие для рыбопереработки не было, то есть не было каких-то технологий, то с 90-х годов, наверное, с появлением новых технологий, стало все больше людей заниматься рыбопереработкой. На сегодняшний день у нас существует 4 арендатора, которые занимаются рыбопереработкой. И переработка не только нашей местной рыбы, но и привозят с других, привозят в частности морскую рыбу, где также перерабатывают. И эта рыба, хочу сказать, что она пользуется большим спросом как на территории нашего района, так и за пределами территории даже нашей области. Большая часть покупателей – это, естественно, жители Москвы и Московской области. Ну вот как. Получается, у вас эта тема еще актуализировалась в связи с импортозамещением. Увеличились объемы? Ну, значит, на сегодняшний день эта тема достаточно острая, и в то же время она очень интересная. Те задачи, которые стоят перед государством, они, естественно, возникают перед каждым муниципальным образованием. И наши производители, естественно, тоже этой проблемой озадачены. И они прекрасно понимают, что сейчас есть очень хороший шанс выйти на рынок и занять определенную нишу. В общем-то, чем занимаются наши производители. Сказать то, что там каким-то образом сейчас кардинально изменилась ситуация в плане того, что они значительно увеличили объемы выпускаемой продукции, так сказать нельзя. То есть этот процесс только находится еще в начальной стадии. Но уже сейчас на сегодняшний день видно, что люди начинают заниматься этой проблемой, заниматься этой проблемой по-серьезному. У нас открываются новые цеха, в частности, связанные с сельхозпереработкой. Буквально недавно у нас новый цех открыли ООО «Старатель» по выращиванию бролера, который позволит уже на следующем году увеличить выпуск данной продукции на 40 практически процентов. То есть это достаточно большая, я бы сказал, даже очень большая цифра для нашего района. Я думаю, даже не только для нашего района. То же самое это можно сказать и для, кто занимается рыбопереработкой. То есть на следующий год также планируется увеличение выпускаемой продукции. Ну, это будет не таких, конечно, объемов и количеств. Да, там есть определенные сложности и проблемы, но думаю, что на 10-15% реально выпускаемой продукции будет больше. Аналогично можно сказать и по Бритовской птицефабрике. Тоже в настоящее время строится у них новый цех, что позволит им на следующий год увеличить выпуск их продукции, имеется в виду яйцо, то есть порядка на 30-35%. Соответственно, есть потребность в инвестициях, приходят ли инвесторы? Или это то, что вы перечислили, это пока что все на ближайшую перспективу? Говорить о том, что к нам придет какой-то инвестор, на сегодняшний день достаточно сложно. И я бы не стал так говорить, но тем не менее мы в этом направлении сейчас работаем. И мы думаем о том, чем мы будем и как мы будем жить дальше. Но хочу сказать, что те организации, которые у нас существовали до этого кризиса, они так у нас и остаются. И они остаются стабильными организациями, которые будут увеличивать год от года выпуск своей продукции. Поэтому основная масса у нас сейчас будет в основной расчет на тех производителей, которые непосредственно у нас уже работают многие-многие годы. С увеличением производства увеличивается и потребность в кадрах. Сколько у вас сейчас людей занято, трудоспособных? Какая у вас зарплата средняя по району? На сегодняшний день, естественно, у нас непосредственно те организации, те хозяйствующие субъекты, которые занимаются производством, занимаются переработкой, они, естественно, думают о том, как они будут жить дальше. А жить дальше без квалифицированных, хороших кадров очень и очень сложно. Поэтому, естественно, они направляют на учебу людей. Это, конечно, в первую очередь молодое поколение. Они отправляют на переобучение людей, потому что требования, существующие требования к новым производствам, они более высокие, чем были раньше. И хочется надеяться, что эта работа будет продолжаться и дальше. И в то же время мы стараемся работать достаточно активно с службой занятости населения, для того, чтобы нам изыскивать, подбирать, точнее, тех людей, которые могли бы мы использовать в дальнейшем для применительно для экономики нашего района. Конечно, это не так уж просто, потому что, все мы помним хорошо, какие были у нас 90-е годы, и значительная часть населения, значительная часть молодого поколения, они уезжали с отдаленных муниципальных образований. Но сейчас процесс несколько приостановился. И я хочу сказать, что есть определенные предпосылки того, что молодые люди все-таки будут оставаться в сельской местности, и мы будем всячески этому способствовать. Что касается средней заработной оплаты, то на сегодняшний день она растет год от года. В данный момент она составляет 19 090 рублей. И думаю, что в ближайшие годы она будет расти. И я не исключаю, что мы, в общем-то, постепенно подтянемся ко всем муниципальным образованиям в области, потому что есть определенные перспективы для этого. — Вспоминания давние рейтинги, Бритовский район, он, скажем так, всегда был достаточно на последних, наверное, позициях в рейтинге муниципальных образований. И тут вы оказались на четвертом. За счет чего произошел такой скачок? — Ну, я бы не сказал, что мы здесь сделали что-то сверхъестественное. Мы единственное, что мы проанализировали все наши возможности. В первую очередь финансовые возможности. Мы оптимизировали наши расходы. Стали работать по программам, по тем программам, которые существуют на территории как Ярославской области, так и федеральным программам. Мы сделали определенные приоритеты, по которым мы стали двигаться вперед. И, в общем-то, результат, он не заставил себя долго ждать. Мы в значительной сфере подтянули всю бюджетную сферу Бритовского района. Мы изменили ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. И для нас, в общем-то, не столь важно, какое место мы занимаем. Для нас важно то, что люди это заметили. И заметили те изменения, которые происходят в муниципальном районе. Конечно, не все получается так, как хотелось бы. Но я хочу сказать, что по большинству направлений в жительнедеятельности района мы ситуацию изменили. Изменили кардинально. — Хотелось бы услышать примеры. Какие это направления и в каких программах вы участвуете? Какие областные целевые программы? — Ну, я бы называть точно программы не буду названия, потому что в этом нет никакой необходимости, наверное. Но программы на сегодняшний день это касается и культуры. Это касается физкультуры и спорта. Это программы, связанные с энергоэффективностью в ЖКХ. Это программы по жилищно-коммунальному хозяйству. Это связанные с модернизацией жилищно-коммунального комплекса. И так далее, и тому подобное. Но наиболее значимое, конечно, я бы на сегодняшний день выделил, это программы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Да, мы все прекрасно понимаем, что эта сфера, она наиболее самая сложная. И не зря, наверное, говорят, что кто-то занимается полномочием жилищно-коммунальным комплексом, тот исполняет практически 50% полномочий. Но это на самом деле так, потому что если что-то случится в жилищно-коммунальном хозяйстве, говорить о каком-то другом развитии, о каком-то функционировании тех же наших бюджетных учреждений будет очень и очень сложно. Поэтому мы, основное направление, которое мы стали отрабатывать, по которому мы стали работать, это было жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь, конечно, надо отдать должное, что и правительство Ярославской области, и губернатор нас очень поддерживали по всему этому. И я могу на сегодняшний день с уверенностью сказать, что хочется надеяться, конечно, и в то же время могу достаточно уверенно сказать, что у нас каких-то серьезных катаклизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве произойти не должно, потому что проводилась планомерная работа, вкладывались значительные средства в жилищно-коммунальную сферу. Да, конечно, есть проблемы с сетями, есть такие проблемы, я думаю, у всех муниципальных образований. Но, тем не менее, мы работаем, и мы будем продолжать в этом направлении работать, так как у нас есть уже на сегодняшний день подготовлена проектно-осметная документация, в частности, по модернизации системы теплоснабжения и модернизации системы водоснабжения. И в областном бюджете на эти цели заложены значительные средства на 2015-2016 год. Я думаю, с реализацией этих программ и воплощением их в жизнь, есть, я думаю, ситуация в жилищно-коммунальной сфере в Бритовском районе улучшится, и улучшится, я бы сказал, что на порядок больше. А на какие сроки вы рассчитываете реализовать этот проект? Ну, есть программы, я уже сказал об этом, то есть программы рассчитаны на 2015-2016-2017 годы, вот в течение трех этих лет. Мы в районном бюджете предосмотрели софинансирование в соответствии с порядком, который на сегодняшний день предъявляют программы. И, естественно, будем реализовывать те мероприятия, которые заложены в этих областных программах. То есть на три года. А что это будет? Замена сетей, вы говорили? Да, это будет как замена сетей, это будет как частичная модернизация и реконструкция водозабора, это будет модернизация котельных и так далее. Огромный спектр мероприятий, которые мы планируем осуществить в течение вот этих трех лет. Котельные сейчас перестраивают по типу коагерационных установок. У вас тоже самое будет? Нет, у нас на сегодняшний день в Бритовском районе нет природного газа, поэтому у нас два вида топлива, которое используется, это мазут и дрова. И я хочу сказать, что на сегодняшний день мы постепенно будем переходить на местные виды топлива, это на дрова. Я ничего страшного в этом не вижу, потому что нужно понимать, что все-таки работать с нефтепродуктами – это повышенная опасность. То есть мы исходим из того, что мы должны в первую очередь работать на тех людей, которые у нас занимаются лесопереработкой, лесозаготовкой. Это все завязано на сегодняшний день, и мы будем работать в этом направлении. На следующий год мы уже переводим одну котельную практически полностью на дрова, то есть уже в одной котельной стоит твердотопленный котел, и на следующий год мы планируем установить второй. То есть у нас целый поселок будет отапливаться дровами, которых на сегодняшний день у нас в районе большой запас, и мы прекрасно понимаем, что дрова они были, есть и будут всегда.